В столице на мусорной площадке возле лицея имени Георгия Менюка прогремел взрыв. Пострадал мужчина, который подошел к контейнеру, чтобы выбросить отходы. В комментарии для ньюсмейкера пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила, что вызов поступил 7 июня около 11 часов 16 минут. Установлено, что во время проведения санитарных работ на улице Албешуара 62-летний мужчина подошел к мусорному баку, чтобы выбросить отходы, передвинул бак рукой, и в этот момент произошел взрыв. На место прибыли сотрудники отдела техника взрывчатых веществ техника криминалистического центра. Они обнаружили предметы, похожие на гранаты для страйкбола. Осколки отправили на экспертизу. Ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС уже в июне приступить к переговорам о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз. В немецком информагентстве ДПА процитировали пресс-секретаря комиссии, которая заявила, «Мы считаем, что обе страны выполнили все этапы и теперь решение остается за государствами-членами ЕС». Новость прокомментировала вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов. Она написала в Фейсбуке, что Молдова уверенно движется к официальному запуску переговоров. В отчете Еврокомиссии для Комитета постоянных представителей правительств стран-членов ЕС, основной подготовительной группы Совета, Республика Молдова оценена как выполнившая три последние рекомендации Еврокомиссии. Следующим шагом является принятие странами-членами ЕС структуры переговоров и созыв первой межправительственной конференции. Также Герасимов поблагодарила страны, которые направили в Брюссель общее письмо в поддержку организации первой межправительственной конференции. Напомним, что в июне 2022 Европейский Совет предоставил Молдове и Украине статус стран-кандидатов в члены ЕС. В декабре 2023 орган решил начать переговоры о вступлении упомянутых государств в Евросоюз. Больше не разыскивается. Бизнесмена Вячеслава Платона исключили из базы данных Интерпола. Об этом 6 июня заявил генеральный прокурор Ион Мунтиану на одном из телеканалов. Он уточнил, что причин и объяснений правоохранительным органам в Молдове не предоставили. У нас есть официальная информация, что Платона удалили из базы данных Интерпола. На данный момент он не подлежит розыску системами Интерпола. У нас нет четкого объяснения, есть только подтверждение об удалении из системы в 2020-м, кажется. Мунтиану добавил, что в списках розыска Интерпола нет и других скандальных политиков, в числе которых беглый олигарх Владимир Плохотнюк, бывший заместитель главы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк и экс-депутат ДПМ Константин Ботнер. В этом списке, который предоставили нам власти Франции, Плохотнюк не числится. Плохотнюк, Кавкалюк, Константин Ботнер. Во всех этих случаях мы получили отказ. В отношении Плохотнюка запрос не был удовлетворен. Эти люди в настоящее время не разыскиваются. Напомним, 6 июня главу Молдавского бюро Интерпола Виорелла Центил, который обвиняется в пассивной коррупции, поместили под предварительный арест на 30 суток. Он фигурирует в уголовном деле о подкупе чиновников из республики и других стран. Предполагается, что им давали взятки за препятствование публикации Интерполом красных уведомлений о преступниках, находящихся в международном розыске. После блокировки страниц в Фейсбуке команда беглого олигарха Илона Шора заявила, что будет судиться с американской компанией Мета. 6 июня вне доступа оказались аккаунты Шора, депутата Марины Таубер, башкана Гагаузии Евгении Гуцул и председателя партии Шанс Алексея Лунгу. 7 июня в телеграм-канале Шора объявили, что его юристы готовят судебный иск. Возмутительно, что Цукерберг и компания Мета вмешиваются в выборы в нашей стране и позволяют правительству Молдовы зажимать оппозицию и не давать ей возможности реализовать свои демократические права. Мы будем противостоять любым попыткам контролировать свободу слова. В сообщении подчеркивается, что закрытие аккаунтов происходит перед президентскими выборами. В компании Мета подтвердили, что страницы Шора, Таубер, Гуцул и Лунгу заблокировали, поскольку они относятся к опасным организациям и частным лицам. Напомним, что к вечеру 6 июня один из аккаунтов независимого депутата Марины Таубер все же разблокировали. По данным сайта Transparency.meta.com, политика компании в отношении опасных организаций и частных лиц гласит, что Мета не допускает присутствия в своих соцсетях, организаций или частных лиц, которые совершают насилие или провозглашают намерение его совершить. Мета также заявила, что удаляет любой контент, который продвигает и поддерживает Илона Шора и его соратников, как только узнает о его появлении. 6 июня комментарий предоставила пресс-секретарь службы информации и безопасности Даниела Мензад. Она отметила, что еще в 2023 году ведомство уведомило компанию Мета о том, что лица, связанные с Россией, используют соцсети для пропаганды и дезинформации. От участника Олимпиады до заключенного. 5 июня бывший молдавский спортсмен и политик, 51-летний Вадим Вакарчук, был арестован в США по обвинению в несанкционированном использовании удостоверения личности или информации другого человека. По тому же обвинению в следственный изолятор отправили еще одного мужчину – 32-летнего Ивана Бордиана. Других подробностей пока нет. В 2009 году Вадим Вакарчук ушел из порта и занялся политикой. Он был депутатом парламента от либеральной партии на протяжении пяти лет. Достаем зонты и водонепроницаемую обувь. Гидрометеослужба выпустила очередное предупреждение об атмосферной нестабильности на территории всей страны. С половины шестого вечера 7 июня до двух часов ночи 8 июня ожидаются дожди с грозами и местами ливни с градом. Синоптики обещают от 15 до 25 литров осадков на квадратный метр в некоторых регионах и усиление ветра. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Вкус, польза или качество продуктов? Далеко не все стремятся сочетать эти пункты. Кому-то достаточно лишь удовольствия от любимой еды. Однако 7 июня – самое время задуматься о стандартах качества, поскольку планета отмечает Всемирный день безопасности пищевых продуктов. И есть о чем беспокоиться? По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1 миллиона 600 тысяч человек в день заболевают из-за употребления загрязненного продовольствия. Каким моментом следует уделить особое внимание, нам рассказал заместитель генерального директора АНСА Афанасий Тарлев. Тот факт, что некачественные продукты могут привести к раку, подтверждает и ВОЗ. Также в организации уточнили, что ежедневно болезни пищевого происхождения, которые можно предотвратить, уносят более 300 детских жизней. Здравствуйте! С вами снова рубрика «Неделя 112». Я Максим Хомяк и сейчас мы вместе рассмотрим самые резонансные криминальные события этой недели. Предупреждаем, что некоторые из них могут вас шокировать. Четверым акушерам-гинекологам из столичной больницы имени Георгия Палладий грозит до трех лет тюрьмы. Их обвиняют в халатном нарушении правил или методов оказания медицинской помощи беременной пациентке. Врачи приняли совместное решение провести вакуум-экстракцию вместо кесарево сечения. В результате новорожденный получил травму и на следующий день скончался. Акушеры будут отвечать перед судом за халатность. Прокуроры завершили уголовное преследование и передали дела в суд. Медики настаивают на своей невиновности. 17-летняя девушка утонула в Днестре. Трагедия произошла вечером 6 июня в Террасполе. По данным правоохранительных органов Приднестровского региона, подросток с друзьями отправились на пикник. Компания выпивала, а затем решила искупаться. В какой-то момент девушка перестала чувствовать дно под ногами и схватила парня за шею. Тот тоже запаниковал и тонуть начали оба. Молодому человеку, ему 23 года, удалось выбраться на берег, но вытащить девушку он не сумел. Я когда уже понимал, что она тонет, я пытался как-то обратно толкнуть ее. И ногами, и руками, и всем. И кричал, и на панике был. И вызвали уже не лечить. Что пили? Пиво. Тело девушки спасатели обнаружили на расстоянии 7 метров от места, где она утонула. Также в Террасполе случилось и другое происшествие. На пешеходном переходе машина сбила 8-летнего ребенка. Авария произошла вечером 6 июня. По данным местных правоохранителей, мальчик внезапно выехал на зебру на велосипеде. 33-летний водитель не успел затормозить. Ребенок получил закрытый вывих левой ноги и отпущен домой на амбулаторное лечение. По факту ДТП ведется разбирательство. В Олежском районе, страж закона сам же его и нарушил. Полицейский сбил 77-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре и скрылся с места происшествия. Однако позже правоохранитель все же позвонил в службу 112 и сообщил об аварии. Информацию для ньюсмейкера подтвердила пресс-секретарь генерального инспектората полиции, Диана Фетко. Полиция экзаменит не только факт комитетного рутера и пресс-секретарь этого места, но и при призме дисциплинарной, даже если он находится в консерии. После аварии пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники инспектората полиции Фалешт изучают все обстоятельства. В столице спасли трехлетнюю девочку из запертой на жаре машины. Ее отец припарковал машину на Московском проспекте. Отчаянный крик ребенка услышал прохожий и вызвал скорую помощь. На место прибыли и спасатели. Врачи говорят, что девочка была очень возбуждена, вспотела и проявляла острую реакцию на стресс. Через 40 минут нашелся ее отец. Он заявил, что оставил дочь спящей в машине, потому что ему нужно было ненадолго отойти. Это были все криминальные события за неделю. Оставайтесь с Ньюсмейкером, берегите себя и не переступайте черту закона. Всего наилучшего!